Поехали по два и раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, подъем! Раз, два, раз, два... Темп 140 ударов в минуту. Это средний, а время прыжковых упражнений еще больше. Кажется, батут родом из детства и подходит только для шалости, но он давно перешагнул в категорию профессионального спортивного инвентаря. На нем можно буквально напрыгать новую фигуру. Одно занятие на батуте помогает затратить от 350 до 950 килокалорий, это почти 1000 килокалорий, это огромное количество энергии. Ну, конечно же, стоит понимать, что здесь идет уже учет количества и высоты прыжков. Это сейчас спортсменки уже подсчитывают калории и минусуют килограммы, а начинали как с развлечения. На то был уклон тренера. Екатерина решила привести в свой фитнес-класс батуты в период жестких ограничений из-за пандемии. Хотела, чтобы возвращаться в фитнес после большого перерыва. Было, если нелегко, то радостно. Буквально 15 минут все, хватает достаточно для того, чтобы устать, для того, чтобы выгнать лишние калории. И вообще здорово, нам очень нравится, мы все время ждем с удовольствием, когда же у нас начнутся батуты. Тренировочные комплексы на мини-батутах называются джампинг-фитнесом. Придумали его чешские инструкторы еще 20 лет назад. Чтобы удобно было прыгать, снабдили обычный батут рулем. С тех пор находятся все новые поклонники этого рода фитнеса. В России инвентарь только набирает популярность. Это кажется, что легко прыгать. На самом деле, да, это сложно, это энергозатратно. После них ощущение, как будто земля тебя тянет вниз, потому что мы парим. Все, кто занимается на батутах, отмечают занятия как антистресс. Что, конечно, можно сказать о любой спортивной нагрузке. Олеся Васева, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край».